9 марта в администрации Волховского муниципального района состоялось очередное 51 заседание Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 4-го созыва. Главным вопросом повестки дня было внесение изменений в районный бюджет на 2023 год. Народные избранники предусмотрели средства на госэкспертизу проектно-сметной документации и техобследование здания Иссадского домокультуры, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры в Селиваново, софинансирование доли бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение по благоустройству объекта Остров Отдыхайка, ремонт кровли над столовой и малым залом в Пашской школе, капитальный ремонт входной зоны, холлы и лестницы первого этажа Киселинской школы, мероприятие по обеспечению и реализации программ дополнительного образования Волховской детско-юношеской спортивной школе. С докладом по этому вопросу выступила Елена Михайловна Пиват, заместитель председателя, начальник отдела комитета финансов Волховского муниципального района. На 2023 год предлагается увеличить объем расходов на 357 474,2 тысяч рублей. Утверждено 2 738 776,2 тысяч рублей, предлагается 3 096 250,4 тысяч рублей. Все увеличения за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней по субвенциям, по субсидиям и по иным межбюджетным трансферам за счет бюджетов поселений. На 2024 год также предлагается увеличить доходы на 268 553,6 тысяч рублей. И на 2025 год предлагается увеличить доходы на 213 525,6 тысяч рублей. Это тоже за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Общий объем расходов на 2023 год предлагается увеличить на 431 061,3 тысяч рублей. Утверждено 2 797 376,2 тысяч рублей, предлагается 3 226 437,5 тысяч рублей. В том числе увеличение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 357 474,2 тысяч рублей. И за счет снижения остатков средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 73 587,1 тысяч рублей. В 2024 году также предлагаем увеличить расходы на сумму 268 553,6 тысяч рублей и на 2025 год 213 525,6 тысяч рублей. Это все увеличение за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Были также рассмотрены вопросы о передаче муниципального имущества Волховского муниципального района Ленинградской области в собственность муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, о передаче муниципального имущества Волховского муниципального района Ленинградской области в собственность муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года. Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области. С докладами по этим вопросам выступила Татьяна Валентиновна Тимонина, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района. Значит, изменения в методику, которые мы предлагаем для рассмотрения, вносятся в части увеличения коэффициента стоимости одного квадратного метра в месяц, которая в 2022 году составляла 497 рублей. Предлагаем увеличить базовую ставку на 5,5%, что составит 524 рубля в месяц. Величина этого показателя определяется в соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2022 года номер 466 ПЗ о федеральном бюджете на 23-й плановый период до 24-25 годов и постановлением правительства Ленинградской области от 8 декабря 2022 года номер 904. Кроме того, решением Совета депутатов Волховского муниципального района 26 декабря 2022 года, районном бюджете Волховского муниципального района на 23-й плановые периоды 24-25 годов. Положение данной методики распространяется на объекты недвижимости, которые ранее переданы в аренду без процедуры проведения торгов. На сегодняшний день у нас действует только один договор, который заключен с Комитетом по управлению муниципальным имуществом. Договор заключен с АОЛ-АТЭ. В случае увеличения базовой ставки на 5,5% общая сумма увеличения по этому договору составит 7470 рублей 80 копеек. То есть 622 рубля 57 копеек в месяц. О внесении изменений в устав Волховского муниципального района Ленинградской области доложила руководитель аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района Анна Николаевна Юганова. Представителем Волховского муниципального района в президиум Совета муниципальных образований Ленинградской области Совет депутатов избрал Николай Александрович Аникина, главу муниципального образования Хваловское сельское поселение. На заседании присутствовал глава администрации Волховского муниципального района Алексей Бритсун. После того, как повестка дня была исчерпана, у присутствующих была возможность обратиться к Алексею Викторовичу. Большая часть вопросов была связана с ненадлежащим состоянием автомобильных дорог в сельских поселениях. Приятным событием дня стало поздравление от коллег, которые в связи с 65-летним юбилеем принимал Владимир Михайлович Новиков, депутат Колчановского сельского поселения, заместитель главы Волховского муниципального района.